здравствуйте меня зовут николай пазаненко я юрист довольно распространены такие подарки как подарочный сертификат которые приобретают вместо товара для того чтобы одаряемый мог сам выбрать тот товар который ему нужен но нередки случаи когда на подарочный сертификат покупка так и не совершается в частности предполагаемого покупателя не устраивает тот ассортимент который находится в этом магазине или еще какие-то есть на то обоснования и можно ли вернуть денежные средства уплаченные за подарочный сертификат часто спрашивают так вот по сути это аванс который мы даем на будущую покупку и естественно аванс можно вернуть то есть те объявления которые имеются в магазине то что там денежные средства за подарочный сертификат не возвращаются те записи на самом подарочном сертификате что возврату не подлежит это не соответствует на самом деле действительности по закону вы вправе потребовать возврата уплаченных за товар за подарочный сертификат денежные денежные средства для этого пишется претензия и на самом деле здесь все в досудебном порядке и как правило возвращается вам на реквизиты при этом может потребовать возврата уплаченных денежных средств как покупатель этого подарочный сертификат это так и человек которому и подарили непосредственно подарочный сертификат что делать если все-таки товар был приобретен на подарочный сертификат да вот использована эта авансовая часть на покупку какого-то товара то здесь идет статья двадцать пятая законнощий прав потребителей и мы как потребители вправе потребовать возврата обмена этого товара если вдруг он нам не подошел по цвету фасону размеру или габариту обмен именно идет речь об обмене то есть не об возврате об обмене на другой аналогичный товар других характеристик которые есть в ассортименте значит в магазине если же нужного товара среди ассортимента в магазине не нашлось то в этом случае вы вправе потребовать возврата уплаченный за товар денежных средств если вы приобрели товар и этот товар и некачественный то здесь идет 18 статья законность прав потребителей и вы вправе и по своему усмотрению либо отказаться от исполнения договора купли-продажи либо потребовать уменьшение покупной цены либо произвести ремонт этого товара значит либо поменять его на аналогичный товар и следует учитывать что возврат такого товара если он некачественный предусмотрен закона в течение 15 дневного срока при этом неважно какой именно недостаток в этом товаре имеется если же 15 дневный срок пропущен то возврат товара некачественного можно произвести в случае если недостаток в этом товаре существенный с вами был николай пазаненко знайте законы уметь и защищать свои права дневного срока